Авария на ТЭЦ Бишкека произошла около трёх часов ночи. Ближе к утру весь каргнет пестрил первыми снимками. Появились якобы кадры самого места происшествия. Отвердить их подлинность невозможно. Вход на стратегический объект закрыт для СМИ. В сеть выложили видео ярких вспышек с камер наблюдения. Пользователи говорили, что это вспышки от взрыва на станции. В интернете писали, что произошёл взрыв одного из котлов. Те, кто не следил за новостями, не узнали, а скорее почувствовали произошедшее. В квартирах значительно похолодало. Температура в системе отопления была снижена. Горячую воду в тысячах домов столицы отключили вовсе. В 9 утра чиновники провели экстренную пресс-конференцию и заявили. Что именно произошло на ТЭЦ, пока неизвестно. На данный момент котёл взорвался или не взорвался, или сколько котлов, такого ответа никто не может дать. Выясняются и точные причины произошедшего на ТЭЦ. Объявлена чрезвычайная ситуация. Работает комиссия. Рассматриваются две версии. По поручению Камчавя Кадышаевича рассматривается версия диверсии возможной, потому что предварительно были несколько хлопков в 30 ночи. И, конечно, это техногенную тоже составляющую мы не исключаем. Поэтому, возможно, и технические моменты. Известно о пяти пострадавших, двое из которых в крайне тяжёлом состоянии находятся в реанимации. У них ожоги различной степени. «В настоящее время их состояние оценивается как шоковое. Они не в коме. Пограничное состояние. Мы проводим противошоковое лечение. На данный момент наша цель вывести из шокового состояния и стабилизировать». Из-за ситуации с теплой и водоснабжением занятия в детсадах отменены, школы перешли на онлайн-обучение. Больницы продолжают работу, но есть определённые трудности. Из-за аварии и подтопления цеха были отключены большинство котлов ТЭЦ. Четыре из них специалисты пообещали вести в работу к вечеру. На восстановление стандартных показателей системы может уйти до семи дней. К двум часам дня на теплоэлектроцентрали побывало практически всё руководство страны. Мэр Бишкека, глава МЧС, министр энергетики, зампред и глава Кабмина, лично президент Джапаров. Садыр Джапаров поручил в срочном порядке принять меры по восстановлению теплоснабжения домов и социальных объектов, а также оперативно предоставлять информацию до полного восстановления работы ТЭЦ. Кроме того, президент распорядился перевести работу специальных служб в усиленный режим до устранения нештатной ситуации. Каковы же масштабы аварий, к вечеру власти так и не уточнили. Горожане опасаются повторения ситуации 2018 года. Тогда, после происшествия на ТЭЦ, все абоненты станции остались на несколько дней без тепла в самый пик морозов. Система теплоснабжения просто замёрзла. На этот раз чиновники уверяют, что делают всё, чтобы ситуация не повторилась. Довольно позитивные прогнозы дают и метеорологи. С завтрашнего дня в Бишкеке ожидается потепление.